всем здравствуйте икея новосибирск руки там вещают друзья привет мы до вас все-таки добрались долетели на самом деле я думаю дима со мной согласится это самая дальняя точка которую мы вообще в принципе за почти 38 лет жизни посетили и я хочу сразу сказать что только с помощью сибири волос не реклама мы имеем возможность посещать икея и только в нижнем новгороде а в других городах а в будущем мы надеемся по всему миру чтобы что приедет ахаха перебиваю что приятно будет сказываться даташка материал контент и для вас это тоже будет очень полезным смотреть то что происходит вне россии все окей ну что друзья давайте пойдем сейчас уже смотреть не знаю конечно как нас встретят но мы взяли минимальное количество техники чтобы не получать разрешение потому что все дружно помнят сколько мы это ждали в краснодаре насколько это было геморрорно и сложно на самом деле я рекомендую всем кто живет в городе новосибирске либо ну периодически бывает в меге закупается в икее либо пользуется услугами посредников которые работают с новосибом оставаться до конца на обзоре дима объясни пожалуйста почему такое количество вопросов у людей к икее новосибирск который нас попросили уточнить в отделе сервиса ну почему я точно тебе сказать не смогу я буду предполагать что так как реки это дальний . одна из да есть ничего россии и дальше а реки там нет и поэтому большинство людей наверное заказывают доставку языке логично и поэтому они очень сильно переживают по поводу повышение цен и так далее срок доставки такой вот список вопрос да для них это наверное очень актуальной темой не как для нас того что средняя часть россии не славится такими протяженными расстоянием между городами ну да 200 километров ты в икее 500 километров край ты в икее а здесь так пару тысяч проехал между делом и тема доставки по новосибирской области но новосибирская область на роли края ребят кстати как правильно скажите до сих пор нибудь загуглили как мы на улице машины поэтому нам друг друга далеко слышно вот это единственная тема наверно тема проблем в каком моменте мы это вставим мы не знаем поэтому рекомендуем смотреть обзор до конца возможно это будет самом конце ну что погнали смотреть хоть узнаем чем отличается может зря прилетели да и так мы в икея у нас небольшое такое для икей новосибирск небольшое испытание или проверка мы не ходили в икее сервис и не спрашивали разрешение на съемке теперь мы ждем подойдет ли к нам охрана или нет мы это делаем впервые и нам это интересно где на эксперимент небольшая а на самом деле у данного эксперимента есть небольшое логическое заключение но как и на все у меня но есть когда мы в краснодаре получали разрешение нам сказали ребят вы ночью снимаете дима говорит ну показывает нашу бандура как вот если бы на телефон снимали или на какой быть маленький приборчик вам разрешение не нужно ладно это лирика в общем мы прошли кое-что уже для себя отметили некоторые моменты и готовы с вами делиться сейчас будем показывать отличие то в принципе чего нет например в других магазинах и отдельно будет еще снят обзор по нескольким очень интересным интерьерам мы уже перед тем как сейчас снимать скажу сразу и пробежались по выставке и отметили уже для себя и некоторые моменты фишки нюансы о которых вы стоит показать вам подписчики и гости канала и вот начнем именно с этого интерьера дим сделаем круговую смотри здесь 19 квадратов то есть это классическая комната по форме во-первых мне очень нравятся цвета стен а ни в одной икея не видела спокойных таких сероватых зеленых интересных живых стен то есть какие люди взяли бы в принципе для себя в интерьер здесь получается гостиной но она разделена очень грамотно гармонично на зоны есть и рабочая зона зона отдыха там не знаю зона релакса называйте как угодно здесь можно и с друзьями встретить и детям места хватит и есть место где поработать поэтому вот такой интерьер очень интересен и кто например на подобные что-то собирает и у вас примерно та же квадратура обратите пожалуйста внимание на данный интерьер я думаю предметы перечислять им не стоит они всем знакомы то есть такие базовые вещи так идем прям следом дальше но мы не будем сейчас по всем интерьерам пробегаться это будет у нас отдельный обзор мы сейчас только покажем то что у нас прям глаз право полепился кремный такой необычный штуковый смотри то есть ну по факту конечно это не балкон это вместо в частном доме который полностью наполнен на икеи ему не знаю милы как тихонько тихонько убьешься и сам еще обращаешь на что хочу обратить внимание это чтобы люди не мешать все на другую сторону на другую сторону много просмотрим интерьер в нижнем на другую сторону и что я еще сразу отметил мы сейчас дойдем очень много пространств то есть нет стен глухих перегородок вот смотрите мы в отделе диванов по факту точно такой же отдел как нижний но в городе она имела ввиду мини-мини-минилизирование лабиринтов да да то есть более такой правильной формы помещения у тебя нет ощущения что ты блуждаешь вот по каким-то лабиринт в этом нет вас интересно кстати допустим я жена что нас и сотрудники икея смотрят и управленцы ребят напишите вот не новосибирской икея на какая по размеру но я не знаю там как нижний например как и екатеринбург сравнить нам ее чем-то по квадратуре хотя бы по диванам мне очень понравилось расположение в отделе то есть практически представлены по низу все базовые модели когда тебе нужно посидеть потрогать пощупать по верхам идут дубляжи по цвету либо по форме и еще такой момент забыла что-то я отвлеклась мысль убежала ладно пошли дальше следующий отдел пойдем в столы друзья именно вот этот интерьер мы рассмотрим детально это будет это кабинет вообще даже не кабинет это салон красоты как можно на базе икея организовать ну конечно у меня есть свои нюансы которые бы я например уже из опыта могла вам подсказать поправить мы прям отдельно снимем этот обзор будет как уникальные интерьеры именно в новосибирске дима не отключайся вот про что мы говорили да нет эффекта лабиринта посмотри как столы стоят то же самое расположение что у нас нижнем новгороде но при этом нет от этой глухой стены и у тебя есть ощущение визуального пространства нам тебе не дает на продолжение интерьера пойдем сразу к креслам поинг ребят классная фишка рекомендую чтобы все хоть и это было это очень удобно для клиентов то есть вот смотри да поингов много всегда выбрать поинг хочет а как вот с этой подушкой будет а как вот с этой подушкой быть смотри какую фишку придумали у сибирца берется обычная вешалка бумеранг на нее с помощью хомутов крепится чехол вот он стоит еще бы он пустой стоял вообще да было бы удобно и ты можешь примериться все не зачем а ты можешь вот примериться уже готовым вариантом которые впадают полива вот тебе но нет это на любое их много просто я имею ввиду что поставил бы еще это пустой каркас на которому можно было вот насаживать все эти дела сразу смотри клепаны у нас в зеленом цвете в нижнем чехол не представлен да папу ближе покажем я как уже говорила когда мы в кого какой-то знали напоминали появившийся снова клепан чехлы стали более худшего качества и вот эти вот все моменты они очень неэстетично смотрятся знаешь за счет чего я разговаривала с отделом сервиса вадима в одном из городов хай стала тоньше то есть раньше она видна складки приводишь вот вот согласитесь это прям как будто просто не накинули вот это неэстетично до дивана то есть это диван сразу проще кожи нельзя чем вот с такими моментами раньше чехлы были очень толстые твердые они прям вот такие базово одевались время у нас сейчас я посмотрю до 12.04 и уже народ приходит да у нас как раз немножко это подписчики пугали по поводу большого количества следующая зона прям даже отключаться не будем что понравилось коллаксы стоят рядом с акетами то есть все моменты по эти там пока лаксом в одном маленьком пространстве ты сразу понимаешь что с чем можно сочетать и как это будет выглядеть то есть вот этого например я не видела нигде но по крайней мере может быть представлен так что не видно вот эти все моменты когда ты понимаешь что тебе нужно дополнительно для того чтобы вот это все собрать это очень сильно облегчает жизнь не только аккуратно люди не только консультанты даже у кого пространственный кретинизм это сможет моделировать и в этом отделе то что вот для меня спасение я в пространстве не вижу мне нет этого объема ну ты можешь представить уже дали вот что я хочу мы тут так это нивелирую между покупателями вот тоже очень интересный интерьер он будет снят сейчас отдельно это прям вот ребят это офис это очень похоже на проектный офис какое-то строительное такое вот пространство классно что смотрится интересно вот прям вот отдельно рассмотрим и много интерьеров дим которые базовые которые очевидно рекомендованы дизайнером как база и должны быть по всей россии ну соответственно есть такие вот моментики так дальше плавно переходим в отдел с шкафов стеллажей бельки очень хорошо представлены сразу цветовыми переходами ты понимаешь как что с чем сочетается антресоли не наверху на потолке как у нас в нижнем а внизу ты тоже можешь представить как то тебя будет выглядеть а что мне не комфортно это вот вместо лыса нет она растянута выставка очень сильно растянута она не нагруженная разбита по секции а почему вот такие ощущения так стенок то нет глухих какие есть у нас поэтому да кажется что вот возможно лава соглашусь примерно такую площадь у нас в нижнем как минимум две стены точно будет даже 3 а так вот визуально ну да две-три то же самое но иди сюда у нас только большие отмечу сразу большая сортировка по цвету удобно хорошая сортировка небольшая и все размеры представлены то есть ты сразу например видишь я хочу условно сочетать вот это с вот этим и допустим я на бунда понимать на выверги и ты можешь уже ряд свой представить как это будет выглядеть можно поделюсь у меня ощущение что я с уроком лежал и нечискать поймать дону да мы так что-то сходим на стрёме это один гостиной вот здесь уже поменьше да вот на только на скажем так уже сложнее представить как это будет живом интерьере смотреться вот для меня вот это вот у каждого же свое визуальное восприятие для меня и для меня что единственное обидно и самая дорогая серьезная мебель спрятана в уголках да она не представлена так и для всех яркой наглядно как били вот и самую хорошую мебель чувствуешь прятают прячет в угол про причем во всех городах вот она линейка мальчо на нее были выделили полтора метра ну хотя бы так вот выше буду ее оформили как комнату ручку небольшой а некоторые вообще за прячет за интерьерами можно сказать в углу до шоу никто не покупал так мы переходим в отдел письменных столов и стульев и здесь будет разочарование мы пишем запишем как нам говорили подписчики заранее что слышу что с наличием в новосибирь сложновато так и есть на многих выставочных образцах стоит что обратитесь к продавцу данного товара нет в наличии по кресла мощь мало слабо но у них есть юлисы юлисов нет уже нигде а у них не подходи не подходи ко мне у тебя лицо очень большое на всю камеру ладно зато правда не всегда правду нужно в общем здесь есть юлисы которых нет нигде поэтому велкам ищите новосибирских посредников если они вам жизненно необходимы еще отвечу я пока татьяна ходит смотрит кресло рабочие она не не заметила то что выставка столешниц очень маленькая как и ножек так и подстолье и вообще не увидел да вот смотрите ровно 3 до 2 метра а выставка всех столешниц мало в нижнем очень богатые и другие города тоже мы в отдел кухни плавно перетекли я думаю сейчас дима так немножко эти визуалы сделает да какие есть варианты потому что рассматривать отдельный интерьер нет смысла они в принципе повторяющиеся но возможно кому-то как идея оформление кухонного пространства будет полезно так еще раз прошу за то что местами где-то камера вы делали быстро проводка это я между покупателями нивелирую народа много да а так как нам завтра уже улетать у нас выбора нету приходится снимать как и вот поэтому ребят сорян вот моя мечта кстати в каком-то из городов есть один в один интерьер вспоминайте вы точно знаете и либо это была казань либо это была самара но вот я помню вот эти буфетные зоны которые сделаны из фасадов бубен смотри как классное решение интересное кнухсхольд в оливке и метод в оливковом цвете они стоят друг за другом то есть человек может сразу понять какой ты хочешь подороже или по бюджете ты хочешь разница в том что ты тут ограничен вот тут да потом полета полюсового фантазии и красиво смотрится мне вообще не стали нравятся кухни которые вот под потолок но насколько это функционально не знаю хотелось бы услышать от ребят кто так уже например делать покажи пожалуйста этот вот вариант мазни в общем смотри какие акценты за счет столешницы перекликание именно столешницы по цвету и белую по факту ничего такого уникального нет но кухня очень лаконично смотрится она детальными не перегружена и мы тут пока шли шли и заметили вот нашу шпаргалку левый берег правый берег над ребят цена от тут отмечено то что в районе новосибирска кто находится дальше левый берег от 350 рублей за в черте города до в черте города от объема веса и дальности правый берег то же самое уже от 650 рублей до 50 километров от новосибирска до 50 км до 50 километров то есть ответ вес будет расти томск кемерово новокузнецк барнаул 2 300 тоже будет цена привязана к лесу ну и фиксированный подъем на любой этаж но мы еще спросим мы дошли до ручек и хотим показать пример нижнем ногу как нужно делать хотя есть в нижнем отдельная выставка на складе мы точно проверим если вы носим дам такая же что смотри что я удобно для себя отметила дадим пожалуйста левимся отдельно стоят ручки они отдельно скомпонованы по цветам по сериям ценник не мешает от слова совсем он внизу он не висит вот это извините мать него который все завешивает поэтому вот это и ручек стать и меньше гораздо чем у нас например сейчас посмотрим они царя на него все их попрятали удобно ребят поэтому вот это вот прям вот новосибку респект от нас пойдем мы сейчас перетекаем в отдел кухни плавно интерьером о вам кое-что интерес такое да базовое показали интересный интерьер будет отдельном обзоре интерьеров икей новосибирск сейчас переходим в отдел с техникой и дальше переходим уже в кровати и прочих со сном связаны так это хранение это хранение на кухне в принципе она стандартная как и везде каких-то вот вау-вау фишек я не нашла единственное что хочу для себя отметить я как-то даже никогда не рассматривала мыльницу можно спокойно правда используют для хранения губочки для мытья посуды вот этот момент очень хорошо клеится на кафель до пойдем кто там в последнем танзоре страдал по тележке бэк вам пожалуйста в новосибирске она есть давай сразу ее покажу ну не знаю она конечно для меня не совсем тележка вот это стол по факту если ты мне что-то грузишь и вы решишь вести все попадает поэтому вообще все тележки пустыми перевозят без начинки без предметов в общем ее можно на самом деле случаем если есть борта да на самом деле это стол ну тут судить об этом не стоит то что может быть неровным все оправдал со всех короче 7000 рублей стоит эта громадина не знаю я кто пользуется напишите для меня она вот реально стоит визуально и функционал я вам сейчас покажу по посту татьяна полна специально для меня нашла вот в чем-то жену похвали единственный минус в черном цвете нет вот кто-то помню да кто помнит икея турции мужской аром цвете папа себе присмотрел именно вот этот стул но он в турции был черный почему себя папой всегда зовешь прошу я мама ты же мне не папа и люди мне папа ты папа своих детям но для помысл и детей попусту попусту стул инготор цвет белый стоит 7500 обратите к продавцу если захотите его приобрести ребят реально широкий он и мужчин специально он очень удобный идем сидеть комфортно я это отметил еще в турцию татьяна сейчас он берет он кушай ломаю я все плыве за все заплачу а вот смотри он саморезы закончен слушай вообще на самом деле очень интересный а вот здесь это снимается он саморезы закручивать да а вот этот чехол он на липучке то есть его можно чистить ну конечно я открутил винтики и почистила откипчистила а мы сейчас хочешь если хотела заменила хочешь мы сейчас узнаем чей он китай вот чехол бигарский то есть не плоден готов партикульный номер ну вот брать китайцы уже и стулья настали делать так из него иди сюда меня смущает вот эта часть подвижная нет это скорее всего при сборке косячок он вот здесь он гуляет ну и смотри стул новый в принципе это новинка имейте ввиду инготорку вообще в принципе такое покрытие нежное вытираться вот эти моменты у вас будет очень поэтому рекомендую брать черный он более такой будет терпеть больше нагруза ущерба физического чем белый это все хорошо но есть один момент большой и самый жирный черного то нет вот будем ждать хорошо любила есть это уже а вон вижу кресло которого я еще нигде не видела а это мама стул да он в двух цветах в таком цвете у нас он есть в общем это кресло стуль закариас 13500 это с учетом чехла чехол стоит 2 500 удобный вообще мне заметил хочется посидеть у меня ножки после посадки деревьев болят и вообще мы сегодня еле-еле стали но долго зовет до перед родиной перед вами мы плавно перетекли в отдел спален тоже некоторые интерьеры покажем вам отдельно детально которые интересны плавненько перетекаем на самом деле идея интересная мне понравилось как дизайнера работают новосибирские вот этот интерьер отдельно будем показывать ну темновато петь у него камера так как у нас сейчас это сильный она выдерживает она показывает уже хорошо но если я взял бы с собой зеркалочку тут я бы плакал слава богу на самолете так смотри отдел а спальни то здесь все кроватки представлены плавненько перетекаем из кроваток раскладушки кстати на видном месте нет ну очевидно здесь они больше пользуются спросом чем например в том же нижнем и из кроваток уйдем сейчас матрасики в матрасиках мы тоже нашли одну интересную особенность это раз а два мы нашли кровать по которой страдает пол россии и он скажите новосибирск у нас ничего нету уже отметили более пяти чего нету других да значит кровать в ткани дима и дима видимо вообще чё-то все хорошо видно тюфьорд стоит размер метр шестьдесят на два без одного рублика 45 тысяч рублей здесь представлен с матрасом madran и того комплектация в 75 тысяч выходит гунаред синий обивка закругление по бокам плюс из гунареда очень много есть дивана и кресла и пуфа то есть можно сочетать сделать в принципе целую спальню а дальше я в эту кровать не рекомендую сильно высокий матрас объясню сейчас за счет чего один подойди пожалуйста здесь довольно таки низкий борт и даже если вы положите имеет два положения высоты да и надо покупать скорее всего с усилением боков матрас либо вот как здесь пена здесь вообще подразумевает данная кровать невысокий матрас объясню почему если мы кладем высокий вот такой матрас допустим да у нас здесь узкий бог диссонанс визуально потому что вот этот бог он толстый он набитый но сменаться просто будет здесь оптимальное это именно пенополиуретан час я присяду матрадант он один из самых дорогих матрасов в линейке именно пены комфортно больше не надо как я страдаю у меня слабость к дереву я люблю все что из дерева делать вещи деревянные как потолок у меня дома из дерева которым я не покажу на него никому так вот это само решение от этой деревянной а нам самому по себе сразу скажу так в 5000 стенка может выйти все эти палочки можно спокойно приобрести валераны опять рекламирую это можно сделать легко мое предположение что это 5000 этот стеночка она выглядит очень стильно лучше классно реально то есть это все сочетать по цветам получается очень красиво помещение двадцать шесть квадратов спальня большая гардеробная рабочая зона отдельно хочу отметить выставку с матрасами очень светло понятно и глядя нички на каждом ну светильнички я был ответил в нижнем более интересны тут облака тут она свет рассеивает вот этот сам и киевские круглики светодиодные они как раз дают более яркий точный свет тут она рассеивает а у нижнем более точность еще вот что нам понравилось очень часто люди задают вопрос хороший отдел прямо утром понятно как вот матрас то вот я вот точно его увезу а вот в диаметре то есть вот вот пример вот это мы не видели ни в одной икеи чтобы вот они просто рулончиком несколько штучек стояли разного диаметра чтобы люди понимали что они повезут домой представляли что метр шестьдесят или сколько у нас до самая большая да по моему метр шестьдесят метр сорок и девяносто вот так это все будет ну метр восемьдесят а метр восемьдесят надо не скручивать не всегда метр восемьдесят практически ни один отдел комода мое первое впечатление на выставке сразу очень ярко из-за того что представлено большинстве случаев большинстве белый цвет преимущественно стоит в этом отделе кому чего она у своих у меня ушки как у хоббит как у хрюшки пошли покажем пошли ну на самом деле вы сами можете заметить что преобладает белый цвет в этом отделе а за счет цепа цепление за белый цвет тебе кажется она просто безумно громадный она ничем не больше чем в нижнем на сборке вот хожу хожу смотрю вот особенно бабуково выставки с комодами шкафами я не заметил только вот первое это единственное что заметил это вот вот как у нас считается шкафчиком или комодом это вообще город мини гардероб да мини гардероб открытый гардероб с разбежной дверью надеюсь сейчас где выставка пакс заметит еще аналогичные с бамбука но больше я не замечал либо может быть правда это не особо популярный товар и маркетологи это фильтрует по и дару все больше и больше прибавляется в магазине мы не будем сейчас сходить по выставке пасов мы давайте словами все это пишем на просто может пойдем тихонько мазнем чужой стандартная выставка все я не хочу смущать людей ну да и а вот что мне например не очень комфортно она вроде бы удобно но вот эти все выставочные элементы они вот так вот по краям там сидят люди хотелось бы чтобы это было отдельно а зона работы с клиентами было отдельно что я заметил что вот для меня во первых когда я приду составляете гардероб пакс с представителем икею продавца специалистов специалистов для меня уже не будет неудобно сидеть на бардом стуле вот вот максимум я вот на таком просижу у меня как бы слышно 100 килограмм это понятно может быть кто легенький маленький нормально выдержит продолжительное время сидеть на бардом стуле но я бы не смог уже неудобно там начинаешь верзать это минус для себя и отмечаю в нижнем городе все столы стулья товар нет нет а в столы они плюс минус увидел то что высокие это отмечается и в кухне моделирование тоже там все на бардых стульев плюс и большое есть хоть и платно но автомат с водой а должен быть полный кулер со стаканами а кулер есть только почему-то без стакана и без стаканов без воды вот сейчас дяденька продюска ушел вот смотрите вот там антисептик а кулер закрыт но единственный раз что возможно это из-за того что сейчас ситуация в стране не такая хорошая вирусы гуляют пошли не раз когда все пройдет наверно все это установить а ты хочешь отметить но я сказал еще еще просто там вот где мы начинали заходить начале выставки сейчас я посмотрю дяденька ушел не ушел я тут все крушу ломаю нет диванчик да диванчик и кресло ну давай на примере пуфика да сделаем делает вот эту саму выставку еще более объемный более насыщенный ты уже начинаешь не только шкаф представлять если у кого хорошая большая гардеробная да ты уже начинаешь подбирать в гардеробную не только полочки и вешалочки и дверки ты начинаешь уже думать они поставить ли пуфик на котором ты сидишь да уже начинаешь присматриваться какой ковер в гардеробную поставить чтобы было красиво соответственно икея тем самым зарабатывают бабки на вас же до продажи делает как вовлекающие как в салоне работаем на допах до работаем на допах на самом деле это сейчас очень важно и все маркетологи мира бьются за вовлечение клиентов продава продажи именно у себя это дисконтные карты это скидки это кэшбэйки это возвраты для чего чтобы клиент привык именно к вам и у него не было а мы же люди существовали не мы привыкаем особенно хорошему классному качеству потом уже никуда не идем хорошо это неплохо но кто-нибудь подумал что я за такое это правильно это грамотно очень с другой стороны друзья итог икея подумала за нас люди-человеки такие что мы сами мы ленивые мы ленивые да еще отличительная особенность которую я заметил это сгруппулировали все расписывайте нас на берег нет про соединенные в одно система хранения которая заменила альгот тут и опху съесть и бог сын она опять же из разных серий все соединено в одном углу посмотри на самом деле интересно и ты понимаешь уже что ты можешь реализовать дорогая серия если дорогая серия есть и бюджетная почему я опять хочу отметить на этот момент тут кстати и вар стоит вот сгруппирована ты начинаешь уже пространственным представлять себе что где будет стоять когда ты видишь ассортимент ты не бегаешь по магазину как в нижнем городе и вар в одном месте в аксель в другом месте для меня например пока перебегаешь на другую выставку ты была видна у тебя его осталось тебе например а при наличии до строительного образования тебя другой визуал в голове ты это видишь я не вижу я вот здесь посмотрела пол магазина прошла мне уже сложно да от люди в основном такие и кстати в одной икеи даже в турции отмечу такого нет очень отличительная характеристика такая именно разные серии которые между собой взаимозаменяемые сочетаем не знаю что в масс-маркете как пойдем мы мы дошли вот досюда и потом вернулись обратно дальше сейчас уже после детского отдела мы не знаем пойдем вместе с вами смотреть это не только квадрат вот этот да он продолжается еще вот вот это весь отдел как раз мы про что говорили чек существа ленивая укус до марли баксы то есть уже заранее за человека подумали ему не надо голову ломать а что это за серия он понимает ага табличка все я пошел вот так детский отдел что я хочу я поняла сказать потом ты он визуально больше чем нижнем городе но это мое мнение я не могу судить точно визуально смотрится больше отмечу второй момент очень логично расположены может не логично а правильно для покупки расположены 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 расположена все что эти а именно игрушки по всему отделу они не в одном месте сконцентрированы тут а точечно местами и когда дети проходят отца по одном месте потом в другом месте и в итоге за место одной игрушки они могут у родителей выпросить 2 3 на то что они находятся в разных местах дима я хочу отметить я сразу смотрю визуально на насколько это логично выстроено хотя помещение тоже такое п-образное смотри здесь двухъярусные кровати здесь все кровати здесь все матрасы то есть нет разделения опять стенами у меня нет чувства что вот я где-то что-то посмотрела потом пошла в другой отдел здесь все плавно плавно перетекаем и вот это мне очень понравилось такое ощущение что у новосиба было минимальное количество местов которые нужно было впихнуть максимум они это сделали хотя стена не дает того что ты говоришь пойдем это она не дает большего смотри тут чуду там спортлик новая серия и и еще не было в нижнем когда мы уезжали велосипеды и футбольные мячики потому что очень мало мальчикового постельного белья вот такого то есть для мальчика там 6 и 7 лет на не нужны ему вот эти вот узорчики а хочется чего-то такого своего смотри вот продолжение детского отдела плавно логично и среднего возраста перетекаем все что для грудничков и из грудничков мы плавно перейти но твое визуально больше визуально больше за счет более грамотного расположения хотя по факту я понимаю что помещение примерно одинаковые но выставка детской мебели где мы наверно прошли вот где серый к вот новая серия да она она меньше чем в нижнем представлена так она так вот сколько квадрата четыре да в нижнем реально я на многом если вы помочь поэтому может быть дима не надо столько много на одну серию выставочников и идей нужно показать базу а дальше оставить место для фантазии эхо ревизору до тонку нежнодорожный ой нежнодорожный какой нежнодорожный новосибирск почему молчите что у вас акулы по 899 рублей 900 рублей по факту вместо полутора тысяч может быть везде их по акции цена ниже сделали а еще знаешь что хочу отметить на самом деле это увидел дима покажи пожалуйста игрушек меньше а чем в других городах но не так плотно напиханы что кажется что их много хочется обязательно забрать эту собаку с собой хотя бы одну спасти а это как раз психологический ход и всякий сих вот как раз вот именно вот эта куча куча накиданной кучи дают визуализацию тебе забрать потому что когда взял незаметно куча не убавилась до уже в этом духе там как учитывая что поэтому вот меня вот это не вдохновляет меня вот это вот мне хочется запеку чевыдерта что-то дал кого вижу психологически как раз вот живет даже опыта что-то куча навалина там я вижу что я беру так мы переходим в посту и тоже долго задерживаться тут не будем так как это делал в каждом городе и есть но отличительная особенность от других хоккей написано все по 299 рублей полоска у кого-то есть по 79 до там 100 рублей до 300 рублей хорошо отличен вот этот акцент сверху сразу замечаю что тут дешмон напишем так мы плавно перетекли в толпе в отдел с посудой ну если как и везде наверно напичкана напичкана да на москву похоже чем-то в нижнем немножечко по-другому расположение по факту в принципе есть все что сейчас есть в базе поэтому ребята я бы не сказала что у вас прям вот так плохо плохо с ассортиментом то что нам заранее да скажем так продали сказав что он у нас тут угла нормально половину прошли даже соответствует действительности верда потихоньку начали расширять ассортимент то чего нет например не было раньше в россии стали появляться вот такой транширный нож для мяса и вилка а еще тут дима привет решил передать нижненого привет а знаете чем отличаетесь от носили то что у нас сибирска этого наличия продает они через выписку чем нижненого карточкует непонятно что вы боитесь вообще с удовольствием набрали всех этих ножей потому что они здесь все есть в отличие от нашей икеи но к сожалению мы подозреваем что в самолете нам их просто выкинуть конечно нет нельзя вообще нет поэтому нет так не плавно перемещаемся дальше смотри что еще отмечаю все-таки выкладка большая очень много то есть не вот маленькая одна палетка пойдем пойдем чувствовать не у нее вот маленькая палетка а именно много я хочу показать что татьяну нас по левую сторону я здесь да мы решили вот так потому что мы мешаем людям а так мы по крайней мере можем просто идти просто вам показывать и где-то каких на каких-то акцентах останавливаться обратила внимание что у новосиба своя линейка постановится вниз на земле пойдем уже прошло выпадет своя линейка низкие цены то есть базовые которые по всей россии а есть которые локально внутри магазина с чем это связано могу логически объяснить пойдем с чем это связано у каждого региона каждому региону на как бы да откат на отмазку по хотите дают свой перечень товаров то есть они выбирают сами и ставят вот это то есть для чего чтобы больше вовлечения опять же был в покупку у клиентов мы сейчас перетекаем в отдел со всеми стаканчиками фужерчиком с этим очень маленький в отличие от других городе луи небольшой акцент в каком-то городе это уже видел что черная стена владель посуды на контрасте на делает большой контраст и объемность не объем на самом вид другой продаю более серьезно дам красиво и счет эти фиолетовые подсветки стаканчик вспомнить не могу я в кого еще не ребят вы нас смотрите вы лучше все на исток самому пересматривать где столько времени у нас нет новинки кстати мы хотели снять здесь но к сожалению это точно не вариант очень много народу мы будем мешать поэтому новинки будем снимать полу прилету ну как нижний новгород поедем надо в любом случае нужно гнать вот а мы мирное расположение дел текстиль или некстиль рост текстиль примерно похожи как и нет ни шиша квадратный полюс ими по подушкам умею акцент а вот здесь смотри вместо подушек подкупу здесь представлены все пледы тоже отличие здесь дальше пошли чехол и чехлы точно также по цветам место занимает столько же а шторы пошли уже дальше на угол а подушки подкупу перекинуты на другую стену и плюс много-много кучу да прям вот в этом плане походу все-таки покупаемость у нас либо хорошая потому что нет смысла держать столько товара если он не пробирается мы плавно перетекаем в шторы стандартная базовая выставка как в принципе и везде как я уже сказал от зеркали на на другую сторону какие-то нюансы о вот такой вот этого я давно хотела смотри как классно перед тобой шторы вот там есть базовая выставка дим показываешь ну который мы обычно снимаем когда снимаем раз в год обзор по шторам и дальше ты подходишь к стене и перед тобой вот они все шторы которые здесь лежат то есть ты можешь посмотреть не там бегать куча посмотреть взять в пачку в руки кто производитель как это висит отличие у нижнего города тем что примерно то же самое только шторы все наверху ряд с продукции внизу да у нижнего получается вот по верху и это неудобно а здесь я вижу всю штору всю вот еще раз достала пачку взяла вот вот это удобно в нижнем они подсеченные более человеку понятное положение то есть вот я ее вытянуть могу как мне надо в нижнем я ее вытянуть не могу она вот так вот вся зафиксированная завязанная и я могу только вот так покрутить вместо столько же а решение более интересное маленький кусочек с отделом ткани и вообще такое ощущение что он не сильно популярен потому что ткани в углу в темноте много ткани не видно сотрудникам я бы пару софитов до несложно а уже картинка изменится возможно они на самом деле не востребованы и поэтому и ход по остаточному принципу загнали в угол по карнизам повернуть еще акцентительные особенность этого города хоть я понимаю что это для сотрудников но дверь совершенно другая выход на склад это не живет я большая высокая широкого нижнем она поменьше так постели ну в принципе все то же самое как и везде местами чуть темного прямоугольник на зелу наводчики прочее давайте логично ты снимаешь плавно перетекаем в подушки подушек кстати немного на самом деле сейчас уже стало немного ассортимент намного уменьшился здесь же друзья представлены одеялки причем смотри выставка по одеялом не на стену на и на стенах есть но есть еще вот тут межрязи это удобно очень хорошая шпаргалка на самом деле помогает я понимаю что я здесь мне не надо бегать было ждать ах а мне нужен теплый одеял у него есть нумерация где я могу его взять я примерно уже могу по схеме понять вот это я вижу первый раз потому что чаще всего наблюдаешь как люди хаотично носятся мы сами так раньше носились когда особенно непосредственно руками были посредниками и вот эти на секции они обычно во всех магазинах вот здесь наверху они для сотрудников здесь же решили применить это еще и для людей то есть как зима уже сказал не раз человека понятно так мы плавно переставим в отдел ванны сушку там огромный у меня прав первое впечатление в право так вот такой большой видишь что-то очень маленькая на что-то вообще в принципе акцент не делается а на что-то прям такой глобальный акцент что вот надо 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 из ванной интерьеров 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 кстати немного у нас больше в нижнем вот если брать нижний например мы сравниваем сейчас на фоне нижнего именно много интерьера здесь по факту интерьеров мало очень много выставок и интерьерчики как бы микро сделаны они так вот вписаны плавно слушай акулы везде даже здесь в отделе полотенец вон там специально для детей если ты не смог взять в детской возьми в ванной а смотри ценники ниже допустим светло-розовый бра по фэмили сейчас дешевле чем других городах имейте ввиду что эта разница тоже есть где-то рубль в рубль где-то небольшая разница по цене так переходим в отдел со светом тоже интересно пойдем отметим смотри как классно сделала лежит светильник немоны верхняя часть понятно перед тобой вся внутрях а ты сразу понимаешь между для мужчин мне вот это вообще ни о чем для меня китайская грамота честно за суду смотрю ты нечего даже для мужчин но тем не менее а для себя отвечу от нижней ноги сделать поступить такому же примеру сделать такой же ограничитель для торшеров они падать не будут не то что падать вынимать не будут посетители и вандалить будут меньше да может и есть ограничение тоже кстати удобно вот она стенка за задней стенкой те коробки которые есть и у вас то выглядит все более эстетично дальше еще что хочу отметить светильники максимально низко то есть в нижнем я не могу практически каждый светильник потрогать здесь могу за бабу первый раз вниз а из-за счет того что сделана имитация потолка до опущена минимум на 30 сантиметров визуально смотрю и плюс еще тут практически до всего можно добраться дом вот даже смотри сим рис хам сейчас довольно таки популярная серия она вот у меня в доступности я могу оценить материал обязательно надо ногтем 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 трогать все туда людей то порадовать кого-то кого-то помехи каждый сам решает какую мы эмоции у него вызываем детские светильнички интересно тоже расположены их как мне вон тот светильник за 400 рублей нужен но мы его не довезем так коврики полосики а кстати заметил отделы по-другому расположены мы и запасть из-за текстиля постели попали в ванну из ванных свет а из цветов ковры а у нас из ковров мы попадаем хранение нет из ковров мы попадаем у нас в ванну в постель из постели в ванну так по коврам ну ребят принципе база похоже на московское расположение пойдем посмотрим шкуру где валяются валяются у них шкуры или висят аккуратно этим турки шпит персидишь ручной сборки ковры висят даже некоторые не куча миновалины шкафе шкур медведятина не вижу ну пойдем посмотрим ой такой цвет еще вообще здесь довольно таки их много вот такого в нижнем я не видел классный коврик полтинник а не хотите маленький персидский ковер куда маш как море моей подоконник широкий я куда положу рядом с подоконником может приеду в гости своим ковром да а так мы перетекли в отдел хранения темновато вот мне темновато мне света как будто бы не хватает хоть режь меня здесь каких-то особенностей таких вот прям я не вижу базовое расположение все в принципе довольно таки видно в центре бамбуковая плетеная коленка все чтобы все что плетенка у нас она как-то так по углам запрятана грамотное разграничение перехода дальше именно вот здесь уже да все дорожные аксессуары товары для живут чуть такой новенький рюкзак на колесах который ты можешь вручную кладь но мы сегодня изменим и киевскому чемодану и поедем покупать местного производителя новосибирского очень качественные чемоданы компания там заказывала брендированные чемоданы к сожалению нас тогда не было мы просто уже после проопыт узнаем что аккуратно а брендированный аксессуар от сайберин всегда высокого качества и нам сдали то место где они под заказ делали чемоданы нам подарили вчера чехолы чемоданы мы поедем для себя покупать потому что и киевские вот эти тонкие все таки для дальних перелетов не особо удобные они больше машинные на эту покажу вы уже в гостиницу так вашу чувство что тут наши коллеги работают да вот так раньше выглядело это бы это раньше таких телек 50 наберешь собственно ручную набирали самое прикольное было когда алена вот здесь висела в кенгурятники и на нын 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 да я про лечу мы ее кормить умудрялась но как надо и работать идите жрать хоть вот светлый отдел и пустотные ну да лекарство это кажется как будто мне вот что-то не хватает мне не очень нравится расположение коробок я как-то вот в общем я не знаю как это объяснить на психологически мне здесь некомфортно мне не хватает выставочников мне не хватает то как это выглядела бы дома вот эта серия в принципе логично представлена отдельно все что связано с ванной не в отделе ванны вот это вот мне понравилось ну вот плане коробочек в нижнем более удачно смотри у них даже есть еще зеленый распылитель остался да и щетки не оценили такого полного значит значит не оценили да а так мы тихонько перетекаем сейчас судя по всему уже в оформлении смотри как интересно сделал я такого отдела оформления еще не видела здесь сначала садовая мебель вся она не на складе она именно здесь кто такой фарутика чтобы мы идем говорит лишь видно и чем на моем мальч и выражение лица смотри бесконечно их чем-то пахнет . странно нет это не свечи свечи зажженные должны боюсь надеюсь что нет здесь как раз есть возможность посидеть отдохнуть собраться силами потому что допустим в том же нижнем округе это середина склада и комфортно а здесь как-то по углам на рассредоточены заняты очень похоже это икея ростов да прямо икея казань по моему то имитированной коллекции кей арт-эвент татям полу в нижнем это надо где-то довезешь икея арт-эвент или 300 часы я надеюсь не живу на украшение за 4000 чисто айлона стоишь дальше светодиодная бран прям это пункты кто-то баба листья охота у вас ты какая штука ну давай до нижнего стоим да друзья давайте мы полноценно покажем это в нижнем я очень надеюсь что к нам это уже коллекция пришла по крайней мере нам хотя бы еще снимать это у нас творческий затык а логисты обещали смотри как это классно упаковано не прикинь да то есть это реально подарочная коробка с которой не стыдно так ну что пойдем дальше нам еще с тобой интерьеры снимать и за чемоданом ехать мы еще сделаем для вас интерьеры икея новосибирске очень очень грамотно как в галерее расположены холсты очень красиво на серых стенах вообще ощущение что ты где меня слышно вообще ощущение что ты находишься в картинной галерее смотришь это и женщина я говорил хотят по хотел бы вот это вот это папина тема из всех картин не знаю почему но у меня не цепляет особенно черепашка с этим хоть и ассортимент ну к сожалению я пока не знаю куда это все применить все заклеено и вот это тоже очень классно миниатюры то есть ну да кому-то достаточно вот так представить визуализировать кому-то большинность то есть большой вариант видименький вот такого тоже ни разу не видела и отдельно с резером вот такой профиль делается руки алюминиевый и смотри можно подавать аналог то очень много как мы уже с тобой отмечали человека понятных решений вот смотри человек увидел картину даже порой не понимаешь что ему нужно холст плюс рама написано вот это место на не занимает один раз делали все забыли разжеванно очевидно здесь работает маркетологом такой же такая же затыра как я что вот это понятно хуже некуда а так и должно быть так солушки совы свечечки смотрю чем-нибудь интересное то чего еще например внутри у нас чем отличается говосибирск от да не жена тут у них респект и круто у нас факт делаю по наступать так вот так а вот тут вот коза и чудо было им типа респект ну да вот мистолетер какой очень интеллигентный город друзьям они вот это я хочу отметить к нам уже подходили подписчики знакомиться прям приятно от себя добавлю что много для нас это как для нашего региона вообще как и кавказцы так и азиатские люди у нас в нашем регионе их очень мало а вот погуляя по набережной и другие перемещения очень много людей видели азиатский мир я не знаю наверное казахстан монголия казахстан монголия здесь очень много потому что близко потому что рядом просто необычно нет как особенно смотреть цветы и цветов на самом деле представлены не сильно много ультрафиолетовых ламп нет возможно чего-то еще заплесить крыша очень схожа сити и ростов нам уже сказали в личку просили машину машине сама было ехать нет не слабо мне не слабо ты в каком плане чтобы жить и новосибирске брата привезти вот для чего людям надо было так как мы посадили не давать 2 грядки личным посадили 200 деревьев елок теперь мы для себя сделали обязанностями обязанности очередную хотелку и будущую традицию здесь каждые пять лет сюда может быть и раньше может быть через три года приезжать нижней новосибирск поселок колывань смотреть на нашу как наши девушки растут на наши детки растут заморочили ну вот мы такие какие есть мы настоящие мы натуральные нам много говорят по этому поводу мы реально без пафоса ну вот вот так вот как и есть мы прежде чем начать снимать друг друг на другу погавкали успокоились обиделись дальше вот такая вот такая вот для дальше милобеседы так вы друзья мои перешли на склад выкладка скажу я сразу более так вы довольно таки плотная стеллажи забитая я не хочу жалко что у товара не вижу меньше да смотри какая загрузка загрузка фактически полная смотрели 4 5 6 ярусов и почти под завязку я понимаю что здесь помимо тех моментов которые лежат именно вот там где они должны быть это все дополнительные запасы дополнительное хранение но тем не менее она есть логисты работают менеджмент работает идут закупки то есть для чего чтобы не было сильных провалов это возможно связано с тем что большая пробирали масть но тем не менее вот то но я немножко не соглашусь с тобой и ки казань тоже хорошо заловится вашим способом но даже самой и ки казань менее нагруженные стеллажи удовольствием мы уже после того как съездили вчера на распределительный центр сайберин очень много знаем слов связанных с распределением их of hard хаб 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 оказывается вот вот то что вот это есть это распределительный хаб то есть товар откуда можно собрать убрать и так далее ночью по факту короче это склад если не умничать так а складскую зону мы прошли она кстати чуть покороче по количеству рядового выводы какой аккуратненько и нежная презентация ручек у нас помасштабнее да у нас помасштабнее тоже довольно тут компактно с этим и давно вышел обзор по ручкам а смотрите какая разница эти хвосты но они здесь как-то так аккуратно стали сделаны не весят ответственно передаю жезл татьяне а я пока микрофон ответственно жезл приняла все мы закончили все съемки мы все-все отсняли мега нам понравилось мега у вас классная новосибирцы у вас очень много вкусного да я поправлю тебя почему мы не снимали самой киев самой киев внутри что мы там делаем в киев принципе это интересно но нам не не хочется вставлять одно и то же обзор и киев просто совой киев смотрите в общем роли в общем и во влоге а тут мы просто будем проводить не дублировать да здесь мы будем делиться впечатлениями как вы уже говорили в основном обзоре нагуляли по идее мы сейчас погоним за чемодан у вас есть классный бренд который сделает для многих компаний бронзированные чемоданы в том числе и для нашей компании она на данный момент как бы да ну компания не планирует закупку ближайшее время нам нужен чемодан сейчас а точнее сказать сегодня потому что нам надарили как мы уже сказали столько подарков что нам их не увезти в общем мы сейчас гоним туда и потом едем в галерею за вкусняшками почему потому что здесь в меге нет оказывается ни одного такого магазина где бы были местные продукты представлены музыку был мы закрыли сюда получается туристы туристы сюда и туристы так и как мы обещали мы должны были дать вам ответ касаемо почему же так выросла доставка на самом деле друзья икея сама не возит ни чего своих машин уйти нет от слова совсем и никогда не было а те подрядчики с которыми икея раньше работала давали один ценник потом произошли определенные моменты с этими подрядчиками работать перестали и все нашли других уже соответственно за другие деньги поэтому когда неважно приезжает к вам машина допустим в томск в барнаул ну куда угодно откуда работать новосибирск непосредственно сама икея не ребят посредники не важно что на ней написано хоть икея хоть и это точно такие же посредники только по самим грузоперевозкам поэтому имейте это в виду и если посредники вот такие как мы например они заинтересованы чтобы это все доехало в целости и охранности и так далее чтобы ничего не помялось то этим товарищем сориан пофигу еще икея платит поэтому может быть и битае прочее привести ценник вырос по логичным соображениям растет все и ценник заодно растет почему забора стали дороже на 30 процентов добавить металлические вот здесь ребят то же самое поэтому сильно не заморачивайтесь ищите посредников потому что вы тоже ищите ищите где дешевле да ищите где дешевле куча веку рыбы где глубже человек где лучше он впечатления новосибирске наверное попозже поделиваться да мы погнали дальше с вами на встрече на связи мега у вас реально классно мне очень понравилось что здесь очень много таких ресторанчиков мы кстати обедали в том ямбаре ее в сообществе об этом крико а еще говорит таня ты своем телефоне а сам-то быстрее меня все постит с тем придется того доберешься ну другая поговорка по факту да не скажу по тюрьму мучайся ну думаю мучайся в общем а еще значит как у меня вопрос возникнет у меня сбил смысл и не могу сконцентрироваться у вас сегодня какой-то смог и дымка на дворе 16 мая 2021 года это что предвестник дождя или это реально когда вот тайга горит где-то такой слой был потому что все в дыму и как-то дискомфорт какой-то вообще меня новости порадовал обилием магазинов и коллекции которых у вас у нас нет например мне на голове ободок второй день не расстались у нас в речке его нет заказывать через интернет мне нужно мерить продолжение следует дальше чемодан покажем